Доброй ночи, дорогие мои, доброй ночи. Ну вот, сегодняшний ночной у нас с вами разговор. Ну, во-первых, разрешите, как всегда, как в традициях нашего канала с вами, можно сказать, даже семейный канал для вас, потому что вы с семьями смотрите, пишете комментарии хорошие. Вот, и поблагодарить вас за комментарии. Подпишитесь на канал, пишите комментарии. Комментарии, кстати, продвигают этот самый. Ну, конечно, комментарий должны быть пусть будет малый, но чтобы качественные были, разумные, со смыслом, иногда даже спорные, потому что спор рождается истинно. Ну, я вот в прошлом ролике вам немного рассказал, мне звонок помешал, потому что надо было бежать. Мастер прошел, еще раз посмотрел газовую колонку. Ну, я хотел еще подольше делать. Ну, думаю, это самое вечернее. Я думаю, оставлю самые такие, это сливки, думаю, оставлю на вечер разговора. Ну, вот вы уже комментарии успели тоже написать про это, про одежду, про все. Видите, как даже за пределами Турции вы покупаете турецкую одежду, турецкие товары обходятся даже дешевле в большинстве. И качество, самое главное, качество. Даже не за дешевизмой надо бегать, а за качеством. Я сделал вывод, что это самое. Но, вы знаете, это в советские времена тоже так же было. На экспорт отправляли самые лучшие. Самые лучшие у меня друзья служили в ГДРе. Они оттуда перегнали, короче, ну, офицеры, прапорщики. Они оттуда перегнали москвичи, короче, Волги, Жигули. Вот, они были экспортного варианта, совсем другого качества. Совсем другого качества, не то, что у нас. Ну, то же самое и в Турции, понимаете. Вот, конечно, на экспорт отправляют очень большое количество товаров. Вот, турецкая одежда ценится везде. Турецкие кроссовки, кстати, о кроссовках. Недавно я посмотрел кроссовки. Здесь очень хорошего качества. Такие кроссовки, кстати, они даже, мне кажется, и в России, и в Казахстане дорого стоят они. И что меня удивило, то, что там был сертификат, все-все, как положено, да, все. Что сказали оригинал. Производство в Вьетнам. Я чуть не упал. С Вьетнама. Вот, представляете, да, качественно сделано с Вьетнама. Здесь очень много производства, которые отправляются из Китая есть. Но автомобильные запчасти уже я даже говорить не хочу. У меня друзья все говорят, и все в автосервисе тоже. Даже вот эти запчасти я вам показал, да, подшипники. Они китайского производства. Вот, Китай, когда-то мой отец говорил, что я до сих пор помню, я еще тогда первый класс ходил, когда был инцидент на Даманском полуострове, на Даманском, когда пограничники наши погибли, да, все, очень много. Вот, и тогда отец сказал, что Китай со временем, со временем станет мировой даже державой. Мировой державой. Во-первых, не только, да, численность населения. Численность населения и Индии тоже более полутора миллиардов, да, будем говорить. Но факт в том, что Китай, Китай работящий народ, очень работящий народ и целеустремленный народ. Вот, и поэтому китайские товары, мне кажется, будут скоро, наверное, во всех полках везде. По всему миру. Даже в Америке, неважно. Вот. А о том, что какие они, качественные, некачественные, это смотря как. Вот я лично, я же говорю вам, я разговаривал с китайцем еще в Сочи, который мне показывал свои туфли китайские, кожаные. Он сказал, что он 10 лет носит. А я говорю, а почему вы туфту нам гоните? Он говорит, потому что вы, говорит, покупаете то, что, говорит, дешево. А вот это, говорит, стоящие, говорит, туфли, говорит, кожаные туфли, я, говорит, ношу 10 лет. Качество отменное. Ну, конечно, сейчас появляется очень много роликов, которые, вот, например, о китайских автомобиле, там, возмущенные автовладельцы. Ну, я думаю, что тут не без участия, как говорится, наших, опять же, автодилеров, которые скупают по дешевке это самое. У нас же как? По дешевке покупать, подороже продать. Вот тут-то и начинается, и страдает уже в конечном итоге покупатель. Это везде так. Это везде так. В Турции, вот, сейчас, вот, честно сказать, все подорожало, вот так, если разобраться. Даже вот парикмахерские услуги возьмем, да? Хорошо, что я сам себя голову брею, там, все, оболваниваюсь, все, все, вот. Я не люблю длинные волосы, вот. Иногда вот делаю, помните имя, чтобы меня, но мне как-то это не так уж, мне больше такое, это самое. И я бы, если бы на стрижку отдал бы, каждый месяц бы я отдал бы, ну, раз в месяц бы я стрижу, чтобы 300 лир, 250-300 лир в час. Представляете, да, это 10 долларов, 10 долларов, да? Вот сейчас, вот, вроде бы, при чем тут это самое, да, вроде бы это своя, это самое, нет, все дорого. Вот вы написали о том, чтобы, вот, например, конфисковать квартиры, да, у тех, у кого там по 3, по 5 квартир. Вы знаете, тут не обижайтесь, это не в ваш адрес, не в ваш адрес, даже не думайте это. Это вот профессор Преображенского, вот этот фильм был, когда Шариков говорит, я книгу прочитал, какую-то там это. И что вы, говорит, это ваше мнение, а ничего, говорит, отобрать и поделить. Но здесь вот это, по-моему, не получится, здесь право собственности Турции, я вам же и раньше говорил, в ранних роликах, что право собственности защищено государством, это конкретно, конкретно. Вот рядом с моим домом тоже есть два участка, огромных стоят, где могут запросто построить дома и, извините, даже высотки. Сотни квартир, они стоят, обросшие, как говорится, травами, все-все. Но никто не может строить, почему? Потому что хозяева давно уже в Европе, то есть уже там они давно уехали, лет 50-60 назад, они уже давно умерли, остались внуки туда-то, которые даже не знают о происхождении этих земель. А если нет, хозяин еще не установлено, они здесь не трогают. Я же говорю, я в этом убедился и в Анталии, да наверняка вы в Анталии, если в Куни-Алты пляжи ходите, наверное, да, там, наверное, прямо рядом с пляжем огороды такие стоят, которых еще до сих пор выращивают оливки. Но тыквы, мыквы, там такие золотые места, золотые места, можно сказать, где можно воздвигнуть отели, короче, шикарные, прямо с видом на море, да. Но никто не посмеет, никто не посмеет, вот. И я что хочу сказать, вот эти собственники, вот этих участков, вот этих, лачуг, вот этих, да, на землях которых построили, да, квартиры, да, дома, да, они стали обладателями, короче, я же говорю, нескольких квартир сразу бесплатно. Вот такая практика, конечно, для наших, вот, постсоветского пространства людей дико. Вот вы представляете себе, да, или в Казахстане, или в Украине, да, или в России, или других этих, да, вот стоит хижина, да, его снесли нафиг, да, и на место него построили, короче, дом, и оттуда дали 4-5 квартир. Бесплатно, с отделкой, с похоронным гарнитуром. Вы можете себе такое представить? Не сможете. Вот. И такое не будет. Я вам помните, когда-то рассказывал, что в Томске огромный дом был такой, площади Южной. Там дед с бабкой жили. Ну, там, по-моему, соток, по-моему, 10 было. На его месте построили шикарный, короче, 10-этажный дом. 10-этажный дом построили. Там мне, кстати, мой друг врач купил квартиру. Квартира, каждая квартира тогда была по 3 миллиона продавали, по 3, по 4 миллиона. Тогда это было 100 тысяч долларов. И вот снесли вот этот дом, вот этот дом построили, вот этот у стариков дом, и вот этот дом построили. Так, раз, два, три. Трех подъездный. Трех подъездный, подземная парковка, и все. И что вы думаете? Вот этим старикам дали без отделки, без отделки квартиры от барского стола, застройщик от барского стола, можно сказать. Да, там, 30 квадратов квартирку, 30 квадратов без отделки. Они еще, которые на похорон оставляли деньги, они эти деньги тратили, чтобы его еще отремонтировать все такое. 30 квадратов. За место этого дома с погребом, там 6 комнат, короче, огород, там, погребы, там, все, все, все. Никто ничего не... Хотя это было собственности. Вот. И то они благодарны были, хоть что-то дали. А могли просто снести, и все. У нас вот так вот. У нас нет такого, понимаете? Право собственности, это так условно. Условно. Право собственности, а здесь это железно, понимаете? Вот. Кто бы что бы ни говорил, какие бы то это самые, да, есть в любой стране, есть плюсы, минусы. Но основной плюс, я здесь считаю, что право собственности. Право собственности защищена государством. Даже в центре, вот, я же говорю, в Анталии даже, колеичи посмотрят, да. Такие места, и так и домища стоят, убитые, разбитые, когда-то сгоревшие из каменных, это, колеичи ходишь когда? Хазьев нету, хазьев еще надо найти этих хазьев. Там какой-то закон, там через несколько, там сотни лет, что ли, сто лет с чем-то должно пройти, там, объявить его, чтобы это... Вот только после этого можно там что-то построить. Вот. И вот смотрите, вот дармовой, вот столько квартир досталось людям, да, и достаются. До сих пор это продолжается эта практика, кстати. Эта практика, кстати, продолжается. И вот эти квартиры достаются вот людям, которые, ну, я же говорю, вообще, с небес, мана небесная свалилась, короче, да, в богатство сразу, а им уже и работать не надо, а им уже работать не надо. Они вот, например, из четырех квартир, например, да, одно себе живут, остальные сдают и все. И даже вторая квартира для доченьки, для сына, еще две все равно остаются, которые можно сдать и спокойно припевать чужие. При таких-то ценах сейчас на аренду. Вообще работать не надо, никакой работы не надо. Вот. Но вот сейчас вот начали делать, государство пошло налогами обкладывать это все, чтобы делать это прозрачно. Уже через ИБАН, уже так кидать деньги, уже тоже будут проверяться. Там будет аренда написана, основание перевода денег. Раз-раз нажал ИБАН, ИБАН назвал основание. Кира. Вот это все будет, уже в Эргедаросе, уже налоговая инспекция, уже оттуда будет брать налог. Вот. А раньше на это никто не смотрел. Раньше на это никто не смотрел. Вот. Но, тем не менее, в собственности этих людей столько квартир. И отобрать их у них никто, конечно, не будет. Но, но, урегулировать, по-простому, по-нашему говоря, остепенить их, их аппетиты, государству придется. Потому что, как говорили, фильм «Шестой» есть такой, этот самый фильм «Шестой», хороший такой, нашим актерам, это мой любимый актер. И там он, когда хотели эту девушку, преступницу казнить, говорит, не в банды живем, а в государстве. Понимаете? А Турция, как бы то ни было, это правовое государство. И вот поэтому, наверняка, урегулирование будет. Поэтому, вот, и не зря, вот, этот на 25, не больше 25 процентов, увеличение, это самое, да. Но пока инфляция идет, это будет. Я думаю, что, по моим, вот, я, лично мое мнение, инфляция не сможет, да, много вот так вот здесь идти, 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 идти. Сейчас она начинает стабилизироваться уже. Я думаю, что года через два инфляция уже не будет такая. Может быть годовая будет где-то 5-10 процентов, да. И вот этой 5-10 процентов и будет увеличение на следующий год. Хотя, я хочу сказать одно. Инфляция и раньше была, она, и в любой стране есть инфляция, да, она. Но не таких масштабов, которые были, не дай бог, конечно, да, во всех странах, когда будет Турция особенно, почти на 100 процентов, да, некоторые вещи на 2, на 3, на 10 раз увеличились, да. Вот, люди снимали, я до сих пор помню, с 2014 года по 2000, почти 20-й год, да, это 6 лет. Люди как платили 400 лир, 300 лир, 400 лир за квартиру 2 плюс 1, так и платили. Никто из хозяев, даже в голову не приходило слово инфляция. Понимаете? Инфляция, слова вообще в голове у людей не было. То есть, я что хочу сказать, ведь были же шикарные золотые времена, ребята. И об этом тоже нельзя забывать. Вот. И цены на квартиры были стабильные. Не было вот такого скачка во всех. И продукты в магазинах тоже, как вот ЭКМЕК был, короче, лиры 25, так она и была. Вот. Это не было вот таких вот, сейчас вот ЭКМЕК 10 лир, 10 раз, да, получается почти. Вот. Поэтому мои друзья, которые со мной приезжали, ко мне приезжали, они в туристических районах одни цены были. Вот. Спасибо большое, дорогой брат, вы что помните это, что мы с вами еще до сих пор носите эти футболки, которые мы с вами вместе ходили купили. Очень дешево мы взяли, качественные футболки, все, все. Да я многим друзьям помогал, вместе ездили на рынке, где народ покупал. Очень было дешево, все было дешево, все было дешево. Вот Ольга, вместе с Казахстана, поехали, это самое, калийчи была, одна цена для внука, для внучки, вот этот комбинезончик. Пошли, кепези купили, то же самое, два раз дешевле. Казахстан, царство небесное, Наталья приезжала с мужем, тоже постоянно ездили, она тоже для внука, покупали они с мужем. Тоже очень дешево было. Вообще было лафа, ребята, я вам честно скажу, лафа была цена. Ну вот сейчас вот такое вот случилось, да. Ну а что делать? Ну, видимо, наверное, не всегда бывает, хорошего, говорят же, не бывает очень долго. Когда-то мой папа говорил, я когда, например, особенно с какой-то девушкой познакомлюсь, да, ой, такой довольный ходил, радовался, так это счастливый. Ну, вы, наверное, это все попережили. А ты всегда говорил, рано радуешься, не радуйся рано, сам себя, говорит, сглазишь. И так и случалось. Поэтому слишком много радоваться тоже нельзя. Вот, конечно, и горевать тоже нельзя. Ну, что теперь делать? Вы же живы-здоровы. Вот. Теперь, вот по поводу готовки вы написали, да. Да, здесь нет, конечно, чебуреков, самсы, вот таких больших наших, манты, короче. Ну, это не входит в национальную кухню, это самое. Это в каждой стране своя кухня. Каждая страна. Во Вьетнаме своя кухня. Таиланды, например, крысь едят. Где-то сверчков едят. Кстати, из сверчков уже и в России муку начали делать. Вот Новосибирская фабрика открыли, и сверчков муку делает. Говорят, там протеина много. Я не знаю, я такой хлеб, я, наверное, не смогу, наверное, кушать. Вот. Каждая страна. Где-то мышей едят, где-то змей едят. Но здесь своя кухня. Свой колорит, своя кухня. Вот. И менталитет тоже. Поэтому, в какую бы мы страну ни приехали, его не надо осуждать. Это в России на такое быстро отвечает. В России, как говорится, холодная страна. И конкретно это говорят. Не нравится, вали отсюда. Тебя никто сюда не звал. Вот. Поэтому здесь тоже свой, как говорится, национальный это менталитет. Но здесь, видите как, в Турции тоже. В каждом регионе свой менталитет. И смотря... Даже в одном городе даже разные менталитеты могут по разным районам. Вот. Так что... Я помню, вы писали, что у вас там даже соседи не здороваются. Как-то странно как-то. И для меня это тоже было в Анталии странно. Так это мы же вроде бы все-таки мусульманы. Ну, какая разница, кто бы мне были. Сегодня вот поговорили, чай даже вечером попили под виноградником. А утром рядом проход, как будто тебя не знают. Даже утренний салам не делает. По настроению. Здравствуй, по настроению. Настроение, если хорошее, все. Как в том анекдоте. Жениться, говорит, один из наших, короче, это самое, говорит, на украинке. Вот. И говорит, короче, если я, говорит, вечером, говорит, приду домой, и моя, говорит, тебе тейка вот здесь будет, говорит, на макушке. Проси все, что хочешь. Вот. Если, говорит, вечером, говорит, я приду тебе тейка вот здесь, говорит, лучше ко мне не подходи, женщина. У меня очень, говорит, плохое в этот день настроение. Она, говорит, ничего страшного. У меня тоже одно, говорит, условие. Если вечером, говорит, с работы придешь, и мне, говорит, руки, говорит, вот здесь будут, и на одной руке, говорит, скалка, говорит, будет, мне пофигу, говорит, будет, где твоя кепка, у тебя тейка, говорит, на ход запереди или сзади. Понимаете? Поэтому, как говорится, везде по-разному. Вот мы же люди живы. Главное здесь злости нету. Злости нету. А по поводу того, что, вот, например, образование, я уже сказал свое, что 12 лет здесь учатся, с пятилетнего возраста первый класс идут. Вот. Я в советское время помню, мы с 7 лет шли, да, в школу, да, и сейчас в России так же. 10 лет учились, прекрасное образование получали среднее. То, что тогда было восьмиклассное тоже образование, давали в восьмом классе образование, аттестат, а потом десятый класс. Восьмой класс считалось неполное среднее образование, то есть можно было идти по ТУ, вот, или как он, техникум, вот. А с десятым классом уже это уже полноценное среднее образование. Мог и пойти по ТУ также, и в техникум, и в институт везде. Вот. Ну, давали полноценное образование. Советское образование, я, кто бы что ни говорил, до сих пор еще считается самым качественным образованием тогда было. Советское образование. Я хочу это сразу заметить. Качественным. Здесь вот совсем по-другому образовательный этот устроен. Вот у нас, вы понимаете, в школах, да, до сих пор, да, например, ребенок плохо учится, да, родители вызывают в школу, да, здесь нет такого. Вот он плохо учится, как бы ни учился, родителей не вызывают. Да, здесь бывают родительские собрания раз полгода, по-моему, здесь, да, у них. Но там тоже так обобщенно так говорят, но не задевают. Здесь потому, что это как же так, ты про моего ребенка плохо сказал. Вот критика отсутствует ребенка здесь. Здесь ребенка вот так выращивают, понимаете, вот так вот, как хрусталь выращивают. А надо бы построже. У меня друг говорил в Анталии, он тогда еще в старые времена получал образование. Тогда еще палочное наказание было. Когда учитель палкой наказывал специально, говорит, стоял, говорит, бедро, говорит, а там, говорит, палки, говорит. И, говорит, хлистал, короче, наказывал за плохое поведение, там, за плохую учебу. О, говорит, тогда, говорит, мы, говорит, от страха учились. А сейчас нет такого, понимаете. Это учитель, ученик как бы себя не вел, хочет учиться, учиться. Здесь нет такого, как у нас, например, среди преподавателей индивидуализма. Вот, чтобы индивидуально ученику каждому, да, вот так, какой он это, чтобы родителей вызывать, принимать какие-то меры. Здесь такого нет. Здесь тоже хотят родители, чтобы дать своим детям образование. Но, но, одно ясно. Только через репетиторов. В школе дают базовые, так и это, им книги дают, все бесплатно, все, все. Но, тем не менее, одними книгами, нет, надо еще, каждый учитель должен заниматься, вот как положено. Но, опять же, видите, как палка о двух концах. Не дай бог, чего-то ребенка обидишь. Грубо с ним поговоришь. У нас говорят, если ребенка, говорят, с детства слабо держишь, как камыш, камыша слабо держишь, вот так выпускаешь, камыш руку режет. Ребенка тоже надо вот так крепко держать, это в его же благо, но этого не делают. Здесь как типа балонская система образования, понимаете, балонская система образования. Вот 12 лет они учатся, но мне кажется, что если бы советским меркам это делать, вот эти 12 лет нашим 6-7 летным образованием получится. 6-7 класса, понимаете. Потом они нанимают, репетиторов платят огромные деньги, лишь бы, чтобы он поступил. Ну, дальше тоже, я же говорю, опять же, балонская система по баллам. По баллам, сколько баллов набрал университета, какой университет, какой это. Опять же, ну, закончил университет, работа. Здесь долго учатся, я же говорю, даже врачи долго учатся здесь. У нас вот, например, врач учится 6 лет медицинским, потом проходит год интерна, все. Он же специалист. Терапевт, там, онколог, там, там, окулист, уже по разным направлениям при прохождении интерна, да. Здесь нет, здесь очень долго. Здесь сразу пойти врачом не дадут. Здесь 10 лет почти учатся врачи. Я разговаривал с врачами, 10 лет. Вот и представьте себе, 12 лет там учился, 10 лет там, 22 года учебы. Представляете, 22 года учебы. По 30 лет, черт, только, вот у моего друга тоже, у него сын, закончил сначала один инженерно-строительный университет, факультет. Потом второй университет, им тоже инженерно-строительный. Я говорю, а почему два? А там, говорит, специализации разные. Тут, говорит, я проходил, говорит, проектирование, там, говорит, архитектуру. Вот и все. И вот он два университета закончил, работает там, фирму открыл, проектную. Но так-то, говорит, нет особо такого этого. Вот вы сказали, таргетологи нужны здесь, да, айтишники. Здесь тоже айтишники, возможно, есть, но их очень мало. Очень мало, вы правы, вот с этим согласен. Потому что для того, чтобы стать айтишником, нужно работать, учиться, не лениться. А здесь вот эта лень, очень страшная вещь. Здесь она распространена, понимаете. Молодежь учиться не хочет особо. Молодежь особо учиться не хочет. Вот, и 100% молодежи, где-то 90, так смотрят. И то бы не учились бы, если бы одно не но. Сейчас права водительские нельзя пойти учиться, если у тебя нет лицейского образования. Все. Поэтому они учатся, чтобы лицейское образование. Сейчас идешь, например, на права учиться или что. Я вот даже менял свои права, российские права на турецкие. Мне сказали диплом. Копия диплома. Копия диплома заверена нотариусом. Я все это принес переводом. Они запрос сделали, что это диплом. Действительно, после этого взяли это. Диплом об образовании. Разницы нет. Хотя бы техникум, университет, институт. Вот. А здесь вот только для этого основного мышца. Молодежь хочет кататься. Хочет кататься. Видите, связь чувствуешь. Хочешь, говорит, жрать. Вот связь чувствуешь, там, как жена мужу говорит. Да вот так же самое. Хочешь кататься, можешь. А связь чувствуешь, говорит. Лицей надо учиться. А не лишь бы, чтобы так заканчивать и все. Понимаете? Лицейский, это здесь 12 лет просто так. Мне кажется. Вот. 12 лет это очень много. Мне кажется. 12 лет это для тех, которых, наверное, хотят академически что-то. А для простого среднего образования, да, без всяких это, 10 лет достаточно. Здесь 10 лет достаточно. Чтобы умел читать, писать, считать и все. Но если все равно он не будет, таксистом он будет работать. Зачем ему 12 лет в лицее тратить время? 12 лет. А если еще пойдет в университет, еще там 5 лет просидит. Придет опять так же самое. Работы нет, ничего нет. Поэтому меня иногда молодежь спрашивает. Я всегда говорю так, как есть. Я говорю, если видите, что перспектива не предвидится, да. Она никогда не предвидится. Уезжает в те страны, я говорю, где есть, хоть вы можете, хоть себе. Вот вы написали, что в Америке надо работать, да. Когда работаешь, тогда все. Да, ну и что? Ну и что? Ну и что? Зато ты будешь зарабатывать. Работать надо. Если тем более тебе платят за это. Если тем более тебе за это платят. Надо работать. Работать надо. И не важно, какая работа. Да хоть туалеты чистить. Лишь бы платили. Вот. Здесь вот с этой работой. Работа даже если есть, она копеечная. Она удовлетворяется запросу. Тем более, извините, есть средняя зарплата 17 тысяч, а аренда квартир минимум 15 тысяч. Поэтому на 3-4 работах здесь не набегаешься. Не набегаешься. Это очень надо быть шустрым. Вот. Тем более, если твой работодатель узнает, что ты еще на другой работе работаешь, он вообще тебя загрузит, это самое. Они здесь очень ревностно относятся к своим. Это здесь, если кому-то на работу устроился, ты знаешь, ты ушел, пошел к султану работать. У него перед ним должен быть этот сам. Если твой работодатель, он патрон, ты перед ним должен чуть ли не кланяться. Государственные работы здесь устраиваться очень трудно. Очень трудно. Я же говорю, у нас в подсталенном могут назначить, например, тетю Машу, которая на пенсии, которая еле ходит, короче, сумку отстали. Здесь попробуй в подсталенном устройство, потому что почтовый лицей надо закончить с этим уклоном. Потом почтовый факультет надо закончить. Вот у меня парень работал, знакомый в Анталии. Он университет почтовый какой-то факультет закончил, и то он года три простым подсталенном на мотоцикле ездил. Почтовый мотоцикл у них, почтовый велосипед, почтовый автомобиль. Они транспортом обеспечены. Он когда три года отработал, потом его бригадиром назначили. Через три или четыре года. Он говорит, теперь я бригадир, у меня, говорит, две, три, четыре человека. Подчинений. Чтобы почтовым работать, понимаете, надо учебу специально закончить. Кстати, это в советские времена при политехнических техникумах было факультет почтовой связи. ПЧАЭС назывался. Факультет почтовой связи. Тогда тоже, но они тогда были, готовили для начальников почт, а таких почтальонных, да, иди, это самое, работы здесь нет. Здесь даже дворником устроится, а здесь частных дворников почти нет. Здесь, вот, которые улицы подметают, дороги, да, где-то, они все на государственном, Горзеленхоз. Горзеленхоз. Тоже получает хорошие деньги. Ну, как хорошие деньги? Ну, тысяч 20 получает, но зато у них страховка есть, зато у них идет стаж. Вы можете здесь устроиться на работу, получать зарплату, а стаж не будет идти, если такое, участника. И у вас работающий бездельник вы будете. Здесь очень много нюансов, понимаете? Очень много нюансов, вот. Поэтому найти работу, которую за тебя оплатил, всего арта, мего арта, все дела твои, да, все, и стаж, это очень большая, это удача. Да, шофером устроиться, как он мусоровозку, государственную, мусоровозку, и то большое счастье. При мусоровозке мусорщик, который сзади, стоят двое, это тоже большое. Кстати, в одном из стран Европы, оказывается, я посмотрю, где же это было, в какой-то стране европейской. Вот это мусорщик говорит, самая высокооплачиваемая работа, 10 тысяч евро, говорит, получает. Понимаете? Здесь тоже они, они ночью, конечно, здесь в Анкаре ночью ездят. Поэтому я же говорю, в каждой стране свои вот эти. И работа, и кухня, и общение, и менталитет. Мы же в другой стране приезжаем, уже надо изучать это, изучать, или ты это принимаешь, или ты это не принимаешь. Если не принял это, уезжай. Если принял это, примирись, и будь как это, как они. Живи, потому что другого выхода нет. Я вообще всегда говорил то, что даже молодежи, другим, которые уезжали, основном из России, да я говорю, у тебя там есть мама, папа, да, дед, братец. А зачем ты, я говорю, уехал-то? Он мне говорит, а вы что уехали? Я говорю, у меня бы там была бродня, хоть какой-нибудь, хоть один, я говорю, брат, или какой-нибудь, да никуда бы я не уехал бы. Никуда бы я не уехал. Которому можно было позвонить, какой-то где-то упал, где-то это, телефон поднял, короче, Игорь, вот, Сережа, со мной плохо, приезжай. Вот. Чтобы вот так вот было. И никуда бы, а когда чужую страну выезжаешь, у тебя здесь никого нет, никто, тебя здесь с хлебом, солью не ждет. Ни в одной стране хлебом, солью тебя нигде не ждет. Везде надо выкарабкиваться самому. Выкарабкиваться самому надо. На наших соотечественных, вы сами знаете, зачем мне это разговор, опять же, надеяться не стоит, абсолютно. Абсолютно не стоит. Так что, ребята, везде хорошо, где нас нету. Везде хорошо, где нас нету. Я еще раз хочу сказать, что везде есть свои плюсы, минусы. Я вам всегда рассказываю то, что знаю. Чтобы вам тоже это дошло до этого. Чтобы вы знали, если вы планируете жить, или вы переехали, вы еще не адаптировались адаптировались еще. Бывает так, что человек в розовых очках еще бывает после этой эйфории продолжается еще. Эйфория может долго продолжаться, даже иногда год-два. Хотя эйфории я уже не вижу с 91-го года, как один человек, мудрый мужик, сказал, говорит, самый умный в 91-м году уехали. А немного глуповатые, говорит, где-то к 2000-м годам. А совсем глупые, говорит, уже год-сейчас. Понимаете? Вот когда-то в 91-м году мне говорили, ребята, поехали там в Америку, Европу, они уже там граждане Европы, Америки, живут спокойно. Я говорю, нет, выезжайте, вы еще приедете, у меня будете работать, я тут буду хозяин, все-все. Они говорили, ну-ну, давай. Поэтому я же говорю, все надо делать вовремя. Сейчас, вот сейчас переезжать, да, допустим, да, видите, какие условия уже. А когда я переехал в 2014-м году, да, 2013-м год, в 2014-м, да, я же говорю, за копейки можно было квартиру снимать. И в НСЖ там три секунды. Страховка копеечная. Никому дела нет. Ты где живешь, там живешь, тут живешь, где живешь, это самое. Цены были копеечные. Все было доступно, все было, поэтому, конечно, и прямые, еще знаете, что, почему наши люди выбрали, да, Турцию основную? Основное, потому что транспортное сообщение. Во все города отсюда летает. Даже в Санкаре, вот, это самое, летит. И в Москву летит, и летит, Новосибирск летит, и другие города. А с Антали тем более. Во все города, во все города. До недавнего времени в Краснодар оттуда летели. Вот. С Астамбула в Сочи летит. В общем, все города Турции, аэропорты связаны, что летать быстрее, да, даже дешевле, чем даже внутри этой, самой России. Поэтому, мы это выбрали, понимаете? Потому что, во-первых, было дешево, во-вторых, транспортная доступность, в-третьих, легализация была либеральная, либерально было документы. А сейчас, конечно, этого нет уже, это минусы, плюсы уже ушли, уже это, это плюсы уже ушли. Эти плюсы уже нет, уже, как говорится, легализация, так. Но, тем не менее, вот, которое было в 2022 году, наплыва такого, резкого, уже такого, конечно, нет. Уже, есть дожди, которые выезжают обратно в Россию, в Казахстан. Казахстанцы, моих знакомых, большинство еще тогда выезжали. сейчас же нет такого, такого, веские причины должны быть, чтобы это самое. Кто-то до сих пор мобилизации боится, кто-то мобилизации их детей боится, сыновей, например, сыновья призывного возраста. Вот у каждого свои причины, веские причины. Вот. А так нет, а так такого наплыва уже нет. Потому что ужесточение правил сделали свое дело. она не могла сразу вот так вот это, но она постепенно, постепенно, постепенно уже идет на спад, уже тот наплыв. Вот. Вот такие дела, ребята. Всем доброй ночи, хорошего настроения, пока.